Такие проблемы отвлекают внимание от положения на украинском фронте. Отсутствие эмпатии к Израилю. Если Хизбалла вступит в бой, так вообще будет шикарно для Путина. Идет раскрутка пропалестинская. Паще занимается Путиным, Америка занимается Путиным. Ну и где же атомный взрыв? Ну где же? Где же та волшебная пуля? Добрый день. Это программа «Дорожная карта». Эксперты Владимир Пастухов, Михаил Ходорковский. Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная программа. Я бы хотел начать, уважаемые эксперты, с актуальной новости. Ну, это уже не новость даже, да? С актуальных событий, я бы сказал, и не в Украине. Кстати, давайте, по ходу, я бы задал вам первый вопрос неожиданно, может быть, перед тем, как мы перейдем к основным темам. А вам не кажется, что вообще Украина куда-то делась и выбыла из повестки дня текущей? Как-то ее все меньше и меньше обсуждают. Во всяком случае, в русскоязычном Ютьюбе, скажем так. С момента начала событий в Израиле мы знаем, что, объективно говоря, в мировой прессе, сообщения про Украину упали приблизительно в 30 раз. И понятно, что эти события пока украинские события перебивают. Поскольку российская блогосфера, ну и вообще идеологическая сфера, является, скажем так, сильно зависимой от западной, то реакция приблизительно такая же. Ну, я могу судить по итальянским газетам, которые вокруг меня. Это правда. То есть, события в Украине отошли на второй и третий план. И, в общем, естественно, мы сегодня можем сравнивать два события. Это уже сутки взрывов в Плестине. И сейчас ракета очередная попала в дом Запорожья. И, ну, тут попало, да. Ну, как бы мы все привыкли к этому. То есть, это, да, удивительный феномен. Единственное, что я должен сказать, что я думаю, что ближневосточный кризис будет острым, но быстротекущим. А украинским долгий и вялотекущий. И украинские новости еще возьмут свое. Безусловно. Но давайте все-таки тогда к Израилю, Израиль-Палестина скорее, да, туда вернемся. Но вопрос про Россию, конечно же. Явно совершенно, судя по заявлениям, поведению Путина, и не только его, Россия заняла позицию в этом конфликте на стороне Палестины. Обычно она всегда была как бы между двух сторон. Но здесь она явно задала вопрос, задала, задала позицию в пользу Палестины. Почему, зачем вот в этой ситуации еще, плюс ко всему, войны с Украиной? Михаил Борисович так смотрит сурово. Я хочу ему тогда задать этот вопрос. Хорошо. На мой взгляд, для Путина сегодня важна позиция, которая усиливает проблемы для американцев. Для американцев, во-первых, но и для всего западного мира в целом. То есть он считает, и в этом смысле он справедливо считает, что такие проблемы отвлекают внимание от положения на украинском фронте. И поскольку Палестина в данном случае является, ну, я имею в виду сектор газа, Хамас, является в данном случае слабой стороной, то он его поддерживает для того, чтобы пламя войны разгорелось больше по возможности. Если Хизбалла вступит в бой, так вообще будет шикарно для Путина. В общем, так сказать, он действует по системе отвлечения внимания. Вот отсюда проистекают его позиции. То, что его личные взаимоотношения с Нетаньяху при этом, естественно, пострадают, ну, для него в нынешней ситуации. Это вторичная история. Снявший голову по волосам не плачь. Значит, понятно, что Израиль все равно будет частью западной коалиции в взаимоотношениях, связанных с агрессией России в Украине. Поэтому он об этом как бы не очень сожалеет. Ну и, наконец, история с антисемитизмом. Она, как мы с вами знаем, в России последнее убежище диктаторов. И, похоже, что у Путина пришло время, так сказать, как в том замечательном анекдоте, писать три записки. Вот он и то. Этим сейчас и занялся. Владимир Борисович. А вы знаете, есть еще один аспект. Ну, если уже зашла речь об анекдотах, то вопрос-то ведь какой? А что вы начали с этой парикмахерской, вот с Путина? Вы посмотрите, что происходит в мире. Ведь мы же видим абсолютно четкий и жесткий тренд. Сейчас, по прошествии суток, в общем, выясняется, что с большой долей вероятности этот взрыв произошел вследствие, собственно, палестинского удара. Мы не можем судить об этом наверняка, но пока сумма тех доказательств, которые более-менее предъявлены, она свидетельствует о том, что повторяется история малосильского Боинга. С другой стороны, никаких доказательств не предъявлено. Сказано только, что Израиль и Америка виноваты во всем, в чем можно быть виноватыми. Поэтому пока нет никаких ни снимков, ни подтверждений того, что это был удар со стороны Израиля, кроме общего утверждения, что это был удар со стороны Израиля. С другой стороны, мы видим несколько видеосъемок, мы видим заявление, которое было сделано перед этим, мы понимаем, что ракета, которая якобы была выпущена, не вылетала за пределы сектора газа. То есть, есть какая-то фактическая информация, которая указывает на то, что это неизраильский удар. Пока рано говорит. Тем не менее, как бы есть пища для обсуждения. И что? Какая разница? Вот украли чашечки или не украли чашечки, осадочек остался. Мы видим, что на восприятие этого события в мире, вот как называли, этого события, на восприятие этого события в мире, это повлияло очень мало. Идет раскрутка пропалестинской пропаганды, и эта раскрутка идет прежде всего не просто по линии арабской солидарности, а эта раскрутка идет по линии левого движения. То есть, я для себя переоткрыл на самом деле, насколько мощным является пласт левого движения под поверхностью общественно-политической жизни Запада. Вся эта война, вся эта ситуация, она очень интересно показала, что есть такой запас антиамериканизма и антиимпериализма, который способен оправдать действия кого угодно, включая Хамас. В том случае, если это носит антиамериканский характер. Вот вы спрашиваете, почему Путин занял такую позицию. В том числе Путин занял такую позицию, потому что игра на чувствах этого левого движения в более широком плане является одной из главных стратегий Кремля, наряду с игрой, заигрывающей с правыми радикалами. Потому что цель Кремля в конечном счете не просто состоит в том, чтобы забыли про его конфликт с Украиной и чтобы ему дали доживать там что-то. Цель состоит в расколе, в расколе коалиции, в расколе Запада, в той политике, которая даже, ну в общем-то, она традиционная, она ленинская, она не менялась все эти годы. То есть ее основу Ленин сформулировал в первые годы советской власти, когда Россия, коммунистическая была в изоляции. То есть ставка делается на раскол. И в этой ставке на раскол сейчас, ну, огромные инвестиции, они вкладываются в консолидацию с антиглобалистским, антиимпериалистическим, антиамериканским движением. И Кремля хочет быть в струе, в тренде. Ну, я как раз хотел вас поправить, но вы сами сказали, добавили к левому движению право все-таки одна из опор. Это очевидно. Право еще, плюс ко всему, и антисемиты. Да, но тут еще один очень важный момент. Антисемиты, вы знаете, у Кремля, вспоминая наш разговор неделю назад, Кремль здесь надо будет любить семитов, надо будет любить антисемитов. Он преследует здесь вполне свои интересы. Конечно, там накладывается сейчас, естественно, идет такая возгонка Люмпина, высшие эшелоны власти, и Люмпин приносит с собой определенные стереотипы, поэтому, конечно, это будет сказываться. Но это не главное здесь. То есть, одна из особенностей вообще кремлевской политики, которая меня удивляла, было то, что Кремль, наоборот, в начальном этапе сделал в своей попытке создать пятую колонну в Европе ставку на правых, в то время как его естественной основой, естественным его союзником является в большей степени гораздо левая. И тот, кто находится более-менее постоянно в такой корневой Европе, не в той Европе лимитрофной, которая окружает Россию, поэтому, конечно, там ключевой момент вообще нерв всей политической жизни в восточной части восточной Европы, это отношение к России и так далее. А вот в корневой Европе тот, кто варится в этом собственности, он видит, насколько здесь мощный вот этот вот заряд антивериканизма, и понятно, что он должен был быть использоваться кремлевым. Но Кремль делал ставку первоначально вот из тех своих иллюзий, которые он еще вынес из проекта России, там, начала нулевых годов, на правах. И сейчас, я думаю, они эту ошибку исправляют. И я глубоко бежим в том, что они пытаются сейчас оседлать вот эту вот волну, которую мы совершенно отчетливо наблюдаем сегодня на Западу. Это волна, в общем, на самом деле, отсутствия эмпатии к Израилю, и очевидность совершенно симпатии к палестинцам, и в основе чего лежат, лежит идеология. То есть, прежде всего, идеология. Будем наблюдать, как мы обычно говорим в таких ситуациях, будем, посмотрим, к чему приведут события дальше, как поведет себя Россия, безусловно. Но раз уж мы говорим о Европе, Михаил Борисович, вы выступали в ПАСЕ, кто не знает, это Парламентская Ассамблея Совета Европы. Там приняли какую-то зверскую, значит, резолюцию по поводу Путина, что, значит, нужно признать его нелегитимным. Это в связи с выборами 24-го года, да? Это так я понял. Надо признать его нелегитимным. Поддержана, значит, деятельность Международного уголовного суда, сказано о том, что необходим вообще специальный уголовный суд по событиям в Украине. Режим обозвали диктатурой. В общем, все для Путина плохо. О чем, поскольку вы там, ну, не там были, я так понимаю, что вы дистанционно выступали, Дима, да? Как это все происходило, первый такой вопрос, может быть, немного формальный. А второй, и что дальше, и что? Ну, в очередной раз международное осуждение. А когда мы до этой пресловутой делегитимации дойдем в России? Да, мне довелось сейчас выступать на парламентской ассамблее Совета Европы. Надо понимать, что это такой в значительной мере этический, центр этического взгляда на происходящее. Но надо понимать, что Совет Европы – это одновременный Европейский суд по правам человека, который во многом лимитирует те законы, то законодательство, которое применяется, и как оно применяется, правоприменительную практику по отношению к гражданским правам. И с этой точки зрения эта институция, в общем, достаточно важна. То есть, она не решает, но она в значительной степени задает вектор мышления Объединенной Европы. Надо сказать, что эта институция достаточно, вот в тех категориях, которые применил Валерий Борисович, эта институция достаточно левая. То есть, там активно присутствуют и существенную роль играют представители исламских диаспор. Поэтому среди вопросов, которые ко мне там были обращены, были вопросы, связанные с Чечнёй, с Северным Кавказом и тому подобное. Там, конечно, существенную роль играют университетские комьюнити, университетские профессора, которые в значительной степени являются представителями вот того самого левого крыла. Ещё раз, в контексте, о котором говорил Леонид Борисович. То есть, это, в общем, не про коммунизм. Это не КПРФ. Да, это не КПРФ. Просто я каждый раз аккуратно оговариваюсь. И то, что эти люди заняли вот такую вот, ну, достаточно жёсткую позицию по отношению к Путину, они показывают, что с репутационной точки зрения, чтобы сейчас Путин не говорил и не делал, в Европе, в европейском вот этом вот левом движении, его репутация подорвана, я думаю, что в значительной степени навсегда. То есть, там, возможно, какие-то флуктуации, но она, в общем, подорвана крайне существенно. И то, что вот это вот решение принимается, это вот у нас в нашей любимой стране любимый вопрос, ну, и где же атомный взрыв, ну, где же, где же та волшебная пуля, вот где та кнопка, на которую мы сейчас нажмём, и всё будет хорошо. Ну, ещё раз сказали. Ну, вот, а ещё раз сказали. В нормальном мире такого не происходит, потому что, ну, это слишком молодёжное желание, чтобы при нажатии одной кнопки всё резко изменялось. Знаете, какая драка была бы вокруг этой кнопки? А хочется. Да, хочется, хочется. Ну, вот взрослые люди, они предпочитают долго обсуждать, последовательно делать малыми шагами, но в конечном итоге делается неотвратимо. Это вот то, что мы говорим всегда про западную юстицию. Она медленная, но абсолютно неотвратимая. И решение о вот такой же, по сути, делегитимизации Путина, оно очень долго готовилось, потому что на самом деле, ну, в общем, его принять – это история непростая. Это, в общем, обозначит, что с этим человеком не о чем говорить. И вот мы видим, что сейчас это решение на выходе, да, то есть парламентская ассамблея его сказала. Это значит, что общий вектор мышления Европы будет в этом направлении. Что в этом для Путина неприятного? Ну, помимо всего прочего, что с ним очень сложно будет кому-нибудь из западных лидеров начать вести какие бы то ни было существенные переговоры, ну, кроме любых переговоров, которые ведутся, естественно, с террористами для освобождения заложников. Это большая проблема будет и для ситуации после Путина, для путинской команды. Потому что, представим себе, сегодня Путин умирает. Ну, к кому переходит власть? Мишустину. Мишустин автоматически пока для Европы является таким образом легитимным. Ну, это наши внутрироссийские дела, кто там умрет. Но если он есть, то он автоматически является легитимным руководителем страны. После марта месяца этого не будет. То есть после марта месяца власть, переданная от нелегитимного Путина к любому другому человеку, является настоль же нелегитимной. И условия, в которых эта легитимность будет признана Западом для ведения переговоров, для разблокировки счетов, для чего угодно, для юридических различных действий, для урегулирования того же санкционного режима, потребует дополнительных условий легитимизации. Какие эти условия легитимизации будут? Об этом, наверное, сейчас предстоит очень много говорить. И это то, в чем участие российской оппозиции будет весьма существенным. Ну, во всяком случае, судя по тому, что парламентская ассамблея Совета Европы выразила однозначную готовность выстроить взаимоотношения с российской оппозицией вместо путинского режима. Ну, это серьезный шаг с точки зрения легитимизации. Я сейчас встречался с, и буду еще встречаться с большим количеством представителей Министерства иностранных дел разных стран. В общем, у них на сегодняшний день уже существует абсолютно понятная и вербализуемая готовность выстраивать взаимоотношения с российской оппозицией по поводу будущего России. Этого не было еще полгода назад. Владимир Борисович, вы там точно, я знаю, не выступали, но вот Михаил Борисович все очень подробно рассказал. Да, действительно, наверное, это очень важно. Мы все понимаем, что такое политика, международная политика, внешняя политика, для позиций Путина внутри страны, это имеет какое-то значение? И как добиться того, вот этой делегитимации, жуткое слово, Путина внутри страны? Спасибо, конечно, ПАСЕА, а вот как-нибудь Госдума бы выступила так, а? Ну, понимаете, это вообще разные истории. Я слушаю и пытаюсь понять, как это вообще можно, как живое, реальное жизни, атрибутировать. С моей точки зрения, как инструмент подрыва власти Путина или подрыва режима, подобного рода вещи, но они вообще не работают, они нерелевантны. Речь идет о том, что это инструменты, которые затрудняют, это скорее инструменты не наступательного, а оборонительного характера. Они затрудняют Путину, Россию и Кремлю возможность вести подрывную деятельность, раскалывать Европу, продвигаться. А эти процессы продолжаются. Тут не надо думать, что если кто-то обозвал Россию и Путина земляным червем, то от этого угроза российской экспансии, в том числе скрытой, в том числе деньгами, в том числе идеями, она стала меньше. То есть я не рассматриваю это вообще как инструмент, который может кому-то там помочь в России директивизировать Путина или подорвать его власть и вообще сдвинуть что-то, если кто-то мечтает о том, чтобы Путин ушел. Но это таким инструментом не делается. Это между Россией и Европой. Это Европа так защищает себя от попыток себя расколоть. А что касается легитимности Путина внутри, но ведь легитимность она основана на силе в общем и в целом. И к сожалению, да, она основана на силе. И меня пугает тут как раз другое в контексте того, что вы говорили, что значительное количество людей в мире, вот Путин же он не одинок, он же может открыть клуб одиноких сердец диктаторов. То есть значительное количество людей в мире превращается в людей делегитимизированных в мире западном. И у них колоссальный соблазн на самом деле каким-то образом спасая себя покончить с этим западным миром, потому что это превращается для них в игру с нулевой суммы. То есть мы видим уже как минимум Путина, иранских мул и в общем-то теперь уже скорее скоро председателя СИ, как людей, которые защищая себя заинтересованы в разгроме и подрыве существующего мирового порядка. Они не собираются в него вписываться. То есть они не собираются в него вписываться. И вот это такая интересная обратная сторона, их делегитимизация. Они превращаются во внешних германцев таких, которые будут любимыми усилиями разрушить, пытаться разрушить этот ритм. Вы знаете, вот у меня такой вопрос возникает. Там в этой резолюции называют режим Путина диктатурой. Он там диктатор, это понятно. Но еще такой, безусловно, возник некий такой культ личности Путина. И вот тоже здесь не только внутри страны, но и вообще в мире. Потому что такое ощущение, что даже критика его, она играет на него, на вот этот образ, не знаю, есть ли там личность, на его культ. Потому что получается, что все, что не происходит, что в России, что вне России, все крутится все время вокруг одного и того же человека. Посмотреть на новости. Путин, Путин, Путин. Израиль – это Путин. Украина, понятно, Путин. Значит, Пассе занимается Путиным. Америка занимается Путиным. Весь мир занимается Путиным. И он от этого себя чувствует только лучше, по-моему. От этой критики, которая его... Потому что сегодня есть это внутреннее единство Путина и народа. Потому что на самом деле ему удалось подмять под себя народ и выступать от его имени. И он паразитирует на том, что мощь, сила, слава, история, все это работает на него. Хотим мы того или нет, он является внешним представителем этого народа во внешнем мире. Это трагедия. Но я вам хочу сказать, что по поводу культа личности Путина у меня такая смешная история позавчера была. Ну, там, где я нахожусь, там сейчас достаточно тепло. Как ни странно, не по сезону. И мы прогуливались по пляжу. Там сидели, читали. Подошел человек, которого идентифицировали как итальянца с плохим итальянским. Он аккуратно поинтересовался у моего приятеля, украинцы ли мы. Мы вежливо ответили, что мы русские. Тогда он расцвел и сказал, вива Путин. Путин молодец. Но, в общем, по приближающему рассмотрению оказался сербским иммигрантом. Но, в общем, мы выслушали минут десять навязчивую проповедь Славы Путина. Да, этот культ личности растет. И, в общем, он растет как раз во всех тех кругах, которые обижены на существующий миропорядок. Он постепенно становится символом сопротивления того порядка, который многим не нравится. И он знает это, и он играет, и это часть сознательной политики. Он пытается оседлать эту волну. То есть, да, и с этим надо что-то делать. Ну, я бы сказал бы, конечно, что здесь имеет место серьезная аберрация сознания. То есть, поскольку мы ищем в газетах русские новости, ну, или связанные с Россией. Мы, у нас поисковики, так сказать, под нас подстраиваются сами автоматически и выстраивают нам эти самые русские новости, то это смотрится действительно так. У меня есть несколько устройств. На некоторых из них я вообще не занимаюсь российской проблематикой. То есть, там у меня есть отдельные типы проблематики, не связанные с Россией. Так вот, там у меня Путин вообще не выскакивает. То есть, надо понимать, что история того, что Путин каким-то образом задействован в Израиле, в израильском конфликте, или является влиятельной силой в рамках этого конфликта, это отнюдь не мейнстрим. То есть, это вот, так сказать, те люди, которые разговаривают с русскими, они об этом спрашивают, как правило. Когда они говорят между собой, то, в общем, как правило, они об этом не говорят, потому что понятно, что там есть игра Ирана, есть, возможно, некая игра, стоящая, так сказать, за спиной Ирана, но Путина там нет. Если мы говорим про Украинский фронт, то, опять же, эта проблематика, она, конечно, важна для Европы, так сказать, но, тем не менее, она не является для всего мира настолько существенной. К сожалению, так сказать, в последнее время, вот в связи с конфликтом в Израиле, она вообще ушла на второй, на третий план. Ну и даже если мы возьмем парламентскую ассамблею Совета Европы, то это заседание, вот которое сейчас было, оно второе заседание за год. Будет, может быть, третья на эту тему. Ну, я не знаю, сколько заседаний у парламентской ассамблеи, но явно много десятков в течение года. Вот три из них, они были про российскую проблематику. Это существенно. Но с учетом того, что Россия в Европе по доле населения составляет приблизительно четверть, вот если мы берем Европу, то внутри этого Россия где-то четверть. Было бы менее удивительно, если бы таких заседаний не было вовсе. Но их не так много. То есть, конечно, в кругах предпринимателей в Германии, связанных с поставками энергоносителей, история России обсуждается достаточно часто. Сербские ребята тоже, в общем, историю России обсуждают достаточно часто. Но если мы возьмем 300 миллионов в целом, то это, наверное, в конце списка из 10, а может быть, даже 15 вопросов. И это не идут, но это факт. Но очевидно, после отборочного матча между Италией и Англией. Ну да, это совершенно точно. Да, но если еще был отборочный матч Бельгии и Швеции, где просто вообще расстреляли двух болельщиков. Вообще просто это, кстати говоря, еще одно свидетельство того, о чем мы с вами говорили, если я не ошибаюсь, в прошлой программе, а то и общая хаотизация вообще международной жизни. Если мы будем говорить, что здесь гораздо более серьезное влияние на дестабилизацию мироустройства оказывает фактически второй уход Соединенных Штатов с мировой арены. Вот уход Соединенных Штатов с мировой арены, он ведет к этой самой хаотизации. И то, что вот я сейчас пытаюсь донести до тех людей, которые меня готовы слышать, в том числе в Америке, это то, что этот шаг, он для Америки не безразличный. То есть там из него проистекает целая куча проблем и экономических, и политических для самих Соединенных Штатов. И они, конечно, этот шаг могут сделать, как Великобритания сделала шаг, называемый Brexit. Но просто надо понимать, что за это придется платить. Вот Великобритания за это расплатится за несколько лет 20% валового внутреннего продукта. Соединенные Штаты расплатятся за уход из мирового комьюнити, я думаю, не дешевле. А почему считаете, что Соединенные Штаты уходят из мирового комьюнити? Можно ожидать, что они уйдут с приходом Трампа? Ну, я извиняюсь, так сказать, история Афганистана уже была, история Сирии уже была. Если сейчас будет история Украины, ну, все будет достаточно печально. То есть там, получается, неважно, кто президент, там, Трамп или не Трамп, все равно, значит, такой... Ну, естественно, потому что Трамп выражает, как минимум, почти половину, если не больше половины мнения граждан Америки. Мы видим это по этому боданию. То есть очевидно, что там раскол общества глубокий, он не связан с личностями. То есть с этим расколом будет считаться любой, Трамп, Байден, Кеннеди, там, кто угодно. Но этот раскол, опять же, играет раскол в Америке и вот этот уход, о чем говорит Михаил Борисович, уход Америки из международной арены, да, опять же, играет на руку Путину. И вот в этом треугольнике западная цивилизация, русская цивилизация и мусульманская цивилизация, да, которая постоянно, да, то вот этот вот раскол западной цивилизации, конечно, играет... Виталий Иванович, тут я боюсь, что я жестче, как бы, вот повторю то, что сказал Михаил Борисович. Понимаете, у нас есть какой-то маразм, все рассматривать с точки зрения нашего русско-пупизма. Понимаете, ну, естественно, что если труб гниет, то это играет на руку паразиту, который на нем ползает, ему хорошо. Но не надо думать, что если что-то гниет, оно гниет, потому что это паразит это устроил. Понимаете, идет на самом деле колоссальный, и мы пытаемся от этого отмахнуться, кризис мировой культурно-экономической политической системы. То есть очевидно, что очень многие какие-то внутренние параметры нуждаются в эволюции, а этой эволюции нету. Мы как бы встали. Понимаете, у нас какая-то старческая слабость, когда тот останавливается, соответственно, и откуда-то уходит это место, занимается другими паразитами. Поле боя после битвы достается мародерам. Понимаете, сейчас проблема состоит, ключевая в том, что не было бы вообще глобально никаких Путиных и многого другого, чего не было. Если бы, собственно говоря, у лидера, у паровоза исторического развития на данном этапе эволюции человечества не случились какие-то проблемы. То есть все, что мы видим, все эти обострения, это обострение хроники. То есть это болезнь, к которым там по сотне, а в некоторых случаях и по тысяче лет. И в условиях, когда паровоз тянет и есть динамика движения, вот на скорости эта хроника не выскакивает. И сейчас она выскакивает. То есть никогда бы в жизни Хамас не вел себя так нагло, если бы он не понимал, что вот есть вот это британство моментум. Понимаете, вот сейчас моментум. И я не возвращаюсь к началу. То есть абсолютно не исключено, что это не случайное попадание ракеты. То есть у нас есть две версии. Опять-таки мы пока... Это я же не рассматриваю кто. Есть две версии, что это эксцесс, что это сбилось с курса. Но точно такое же право насчитывания имеет и версия, что это шаг по обострению. Это шаг по попытке взорвать ситуацию со стороны тех, кто все равно обречен. Для кого чем хуже, тем лучше. И для кого как раз ядерная катастрофа, это на самом деле мечта их жизни. То есть, понимаете, вот сейчас ослабление Запада, оно чувствуется на периферии, вот в этом лимитрофе. На следующем шаге оно начнет чувствоваться уже внутри. Понимаете, если не вздрогнет и не поймут, что это звенья одной цепи, то следующим шагом это будут гражданские войны внутри корневых структур Запада. Ну, смотрите, если, как вы говорите, паровоз не тянет, то тогда, получается, прав Путина говорит, давайте менять паровоз. Давайте вообще и по-другому строить пункт. Ага, да. Едет блоха на собаке, говорит, что это ненормальная собака, надо ее постричь. Ну, просто она забывает, что когда собаку постригут, то она в шерсти окажется. Собака дальше побежит. Понимаете? Нет, другое дело, что хватает ли у России сил на то, чтобы быть империей вообще, да, империей и уж тем более паровозом. Да нет, но про это даже говорить сейчас не приходится. Путин нанес России такой удар за вот 25 лет своего управления, что еще лет 20 ни о какой лидерской роли России речи быть не будет. Рано будем зализывать. Да, рано будем зализывать. А, ну, могло быть по-другому, конечно, но, так сказать, спасибо Путину, он эту проблему с нас снял. То, что эта блоха будет пытаться перескочить с одной собаки на другую, очень возможно, но то, что блоха не превратится в собаку, это совершенно очевидно. Может быть, следующая собака будет китайская или, так сказать, эти две собаки выстроятся вместе. Но как только будет наведен порядок, как только большие собаки между собой договорятся и начнут выкусывать друг у друга блох, то это вот... Сказка о русском мире закончится в этот момент. Да, путинская блоха на этом закончится. Я очень боюсь, что вот то, что Путин действительно сделал, большое, да, он это большое сделал для России. Вот он большое сделал для русского мира, того самого в хорошем смысле. К моменту, когда он пришел к своему правлению, русский мир, то есть, те люди, которые русскую культуру воспринимали как свою и в целом гордились этим, составляли больше 300 миллионов человек на нашей планете. Сейчас их, в лучшем случае, 160 миллионов, может быть, даже меньше. Так сказать, ну, если он еще там 10 лет поправит, может быть, этих людей будет 120 миллионов. То есть, он влияние русской цивилизации, конечно, убил, ну, как бы так, радикально. Я не знаю, в какой стране ему за это поставят памятник. Вот здесь очень важный такой пункт, об этом мы никогда не говорили, но напрашивается. То есть, у нас есть некий перекос в такой общенациональной дискуссии о будущем России, о месте Путина в ней. И этот перекос состоит в том, что на сегодняшнем этапе такая главная критика Путина, его вклады в исторические процессы, его личной роли, того культа, о котором вы говорите, она идет с очень узкого угла, этот угол западнический, это угол либеральный, это угол прав человека, это угол, как бы, современного цивилизованного общества. И вот под этим углом говорится о том, что Путин уничтожил в России перспективу строительства демократии, потому что, на самом деле, с моей точки зрения, демократии в таком нормальном виде в России никогда не было, но была некая перспектива. Он эту перспективу, так сказать, уничтожил, он установил не тоталитарный режим. Сегодня можно об этом говорить уже совершенно как о свершивости, о факте, и вот поэтому он не прав. Но, с моей точки зрения, не вскрывается другой пласт, что основные претензии к Путину, как раз они сегодня формируются с точки зрения русского национализма. То есть, русского национализма не в черносотенном, российском смысле этого слова, а в таком нормальном, ибо национализм и либерализм – это, по сути, синонимы для тех, кто понимает этимологию этих слов. Так вот, с этой точки зрения, к Путину как раз и идут основные претензии, потому что он говорит много красивых слов о русской цивилизации, о русском пути, о русском мире. Но все то, что произошло с Россией за 20 лет – это как раз сворачивание этого пути, это тупик, это невозможность встроиться в тренды общечеловеческой мировой истории, это попытка изолировать Россию, подорвать ее производительные культурные силы. Это, на самом деле, крест на той единственной возможности, которой Россия была, стать цивилизацией-посредником и жить за счет коммуникации между Западом и Востоком, используя свои конкурентные преимущества. То есть, начав вот эту безумную войну с Западом, Путин просто бросил русскую цивилизацию, как коврик под ноги Китаю. И мы это видим сегодня. И вот эта роль молчиша-плохиша, который под каждой елочкой одевается в коричневое, будь то Ближний Восток, будь то Латинская Америка или еще что-то, это незавидная роль в истории, тут нечем гордиться. Ну да, гордиться, наверное, нечем, но тем не менее, как вы думаете, мы же всегда говорим на протяжении вот этих полутора лет, что и сама эта война, да и предыдущие некие поступки и действия Путина, они продиктованы вот этим вот стремлением сохранения власти, что главное для него власть. А вот эта вся идеология русского мира, вот это строительство большой России, о которой многие говорят, это родилось все по пути? Или он с этим пришел? Он пришел это реализовывать? Или это стало таким идеологическим обрамлением, идеологическим обоснованием вот этой страсти по власти? Вы что смеетесь? С чем он пришел, господи? Он пришел с оторопью о том, как ему, так сказать, мелкому бунтюку из Санкт-Петербурга в руки упал трон, ну или под задницу точнее. Он был в полной оторопии, никаких планов у него не было. Он изначально выстраивался под западную модель, потому что он боялся, что, не дай бог, он, так сказать, что-нибудь сделает шаг вправо, шаг влево, и его накажут дяденьки. Ну, так сказать, это было, конечно, неправильное понимание мира, но оно у него вполне себе полноценно присутствовало. Ну, а потом, естественно, а как же, так сказать, эго начало раздуваться, как у лягушки, знаете. И когда возникла ситуация, что на Западе само по себе на самом деле никак не связано с ним, пропало вот это вот самое политическое лидерство, возник вот этот вот самый кризис демократии, с которым мы на сегодняшний день столкнулись, то полезли, естественно, разного рода товарищи. Среди них крупные товарищи, как Си Цзиньпинь, да, но и, так сказать, присутствующие блохи тоже начали, в общем, подпрыгивать. Вот Путин та самая блоха масштаба двух процентов мирового населения, которая прыгает. Михаил Борисович, я здесь вот на днях посмотрел, он не новый фильм, он, по-моему, 18-го года, если я не ошибаюсь, документальный фильм Виталия Манского, «Приемник» называется. Я так и думал, что вы его вспомните. Да. Виталий, где Путин приходит в классе, и Виталий, мой тез, карманский, там приводят некоторые его монологи, которые не вошли в тот фильм, сделанный в 2000 году, да, а то, что он ему говорил, ну, фактически в частном порядке. Слушайте, очень многое там в 2000 году, придя к власти, он многое заявлял из того, что он делает сегодня. Слушайте, у него в голове была такая каша, и все, что он делал, он подстраивался каждый раз под аудиторию. Если мы возьмем диалоги, которые он произносил либералам, это будут одни диалоги, те, которые он произносил коммунистам, это будут другие монологи, если то, что он произносил у себя в ФСБ, это будут третьи монологи. То есть вы у него легко найдете, типичный политик-популист, вы у него найдете все, что угодно. Потому что вот у него была вот эта вот каша, и вот эту он кашу раскладывал по разным тарелкам, тщательно подбирая, кому какую кашу положить. Ну, штаб, который там показывали, он весь был либеральный. И как все радовались. Слушайте, Викторий Нович, можно я вас верну? Да, конечно. Слушайте, отмотайте эту пленку, я, кстати, небольшой поклонник, как бы вот такой односторонней его подачи, но отмотайте эту пленку на 10 лет назад, межрегиональная группа, Борис Николаевич Ельцин, и штаб весь такой вокруг него либеральный, либеральный. А что Ельцин был либералом? Да не был он либералом. В голове у него была та же каша. И точно так же он одной частью, правым полушарием своего мозга, он двигался в сторону демократии, а левым полушарием восстанавливал в себе структуру русской монархии и чувствовал себя царем. Да и, собственно, царскую конституцию и подарил нам. Понимаете, проблема, с моей точки зрения, состоит в том, что Путин, во-первых, он отвечал, он сам на самом деле говорил простые вещи, которые многие тогда разделяли, но кто видел со стороны. Люди были недовольны вот этим вот быстрым погружением в Россию с высот страны супердержавы, противостоящей Америке в течение 40 лет. Но в реальности, значит, после Второй мировой войны, вот 40 лет Россия была одной из той точек, на которой вращалась мировая ось. Понимаете? Второй точкой была Америка. И дальше за 10 лет происходит полная потеря этого положения и статуса. Естественно, полный бардак, и у людей было ощущение недовольства. И Путин его выражал, и он был частью этого процесса. У него были смутные, у него не было идей, у него не было мыслей, у него были смутные чувства. Эти чувства, на самом деле, объединяли его с огромной частью населения, которая не понимала как, не понимала что, но им сильно не нравилось то, что произошло. Он это выражал. А вот дальше, как сказал один очень мудрый мой старший товарищ, говорит, нам мы никогда не сможем ответить на вопрос, кто кого подмял. То есть Путин подмял под себя Россию, или вот та вот Россия, которая в какой-то момент оказалась тоже без нормального лидерства, без элиты, которая оказалась не на высоте своих обязанностей, которая не смогла проявить самое главное качество элиты, это ответственность. Вы понимаете, элита русская, в широком смысле, в том числе культурная элита, не смогла вот это качество ответственности социально-исторической проявить. И вот это выпустило джина из бутылки, выпустило ту пасконную Россию, которая, возможно, подмяла под себя Путина. Естественно, он не пришел с тем запасом идей, которые мы видим сегодня, потому что до приблизительно 11-12 года они параллельно развивались навстречу друг другу. И только когда первая революционная ситуация замаячивала у него перед глазами, такая слабая, вот здесь произошла эта смычка. Здесь произошла эта смычка, и дальше уже он с этой стези не сошел. В этом фильме он замечательно говорит о невероятной совершенно важности сменяемости власти. Он говорит, вот это самое главное, то, что я не навеки. Но это потому, что он тогда верил, что можно получить 10 миллиардов и с ними спокойно уйти. Он потом стал мудрее и понял, что в такой стране, как Россия, получить 10 миллиардов, находясь у власти, можно, а вот сохранить их, уйдя от власти, невозможно. Поэтому он изменил свою позицию. А может быть, мало показалось? Нет, это, так сказать... Нет, ему не надо сказать. Вопрос был в том, можно это сохранить или нельзя. Нельзя. Удивительно, что человек, в принципе, неглупый, родившийся в одном из крупных городов, до этого момента не понимал то, что это именно так. А понял это спустя 5 лет нахождения у власти, или 4 года нахождения у власти. Ну, понял, в конце концов, конечно. Понимаете, он на самом деле, действительно, во-первых, я его считаю неглупым человеком. Второе, его основная черта – это сиборит. Это, наверное, даже не со времен русских царей, потому что русские цари в массе своей были достаточно аскетичны в быту. То есть, там была определенная культура. Про советских вождей говорить нечего, это было условие их выживания. То есть, он человек, на самом деле, уникальный в этой позиции, он абсолютнейший сиборит. И, по большому счету, ему это все было не надо. И он не мог понять такой простой вещи, что, разрушая правовой порядок для других, он разрушает его для себя. Вот это было поразительно. Просто, насколько это было недальновидно. То есть, поскольку у него есть вообще такая особенность, у каждого есть свои проблемы, но вот у него на месте правового сознания, в принципе, оказалось слепое пятно. И он действительно в этом, вот в этом не понимает ценности. Выпускник юридического факультета. Это ничего не значит. Это просто он такой патологоанатом юридического факультета. Видимо, у него была закрытая кафедра патологоанатомия русского права. Понимаете, вот этот момент оказался ключевым. Он начал с того, что ему очень понравилось выстраивать государство для друзей. А это можно было сделать, только бросив правовую систему просто в трэш под ноги. И вот он не досчитал дальних последствий. Вот уже после 7-8-го годов стало совершенно очевидно, что когда ты уничтожаешь государство или других, ты, как ни странно, уничтожаешь его и для себя. И уже тогда ты только сам себе гарант, ты только сам себе государство, и это уже навсегда. Смотрите, он шел за обществом, как вы говорите, ведя популистскую политику на первых порах. Но почему этому обществу замечательному, которому не понравились 90-е годы, который хотелось быть из 90-х годов, так понравилось, и так им приняли вот этот второй вариант сталинизма? Потому что возникло ощущение ложного, ложное ощущение восстановления справедливости. Ему удалось стилизовать то, что он делает, как под восстановление справедливости. Кстати, так же, как и вот этой команде Бориса Джонаса, Brexit удалось стилизовать, как подвозвращение контроля к себе назад. Да, на самом деле никакого контроля не вернулось, вернулся хаос, и точно так же никакой справедливости не вернулось. Но он сумел стилизовать то, что он делает, под ожидание и жажду этой справедливости. Надо заметить, что время, прошедшее со Второй мировой войны, привело к тому, что сейчас у власти люди, которые, в общем, не понимают, что такое война во многом, и население во многом, так сказать, я имею в виду в России, потеряло понимание того, что такое война. И пока у них вызывает большое удивление, вот у этих людей, которые не понимают, что такое война, вызывает большое удивление, когда вдруг им на голову начинают падать, так сказать, дроны или даже ракеты. Ну, я никому не желаю понять этот факт. Точно так же, как я не желаю понять людям факт, что такое по-настоящему сталинизм. Потому что все-таки 700 тысяч только убитых по приговору, убитых без приговора гораздо больше временно остальные. И да, где легче всего трупы прятать, это среди горы трупов. Но мы понимаем, что 30 миллионов людей, погибших во время Второй мировой войны, я имею в виду со стороны Советского Союза, это, конечно, 30 миллионов, из которых там половину уж точно, а может и больше, надо записать на личный счет Сталина. Вот понимание этой ситуации сейчас, оно отсутствует. Что мы говорим, Сталин великий лидер, поскольку мы выиграли войну. Был бы не такой великий лидер, выиграли бы эту войну с меньшими потерями. А может быть бы и войны бы вовсе не случилось. Потому что то, что Гитлер рванул на Россию, на Советский Союз, в значительной степени было предопределено тем, как Сталин жидко обгадился во время финской кампании. То, что он начал эту кампанию и жидко во время нее обгадился. Это люди сейчас постепенно теряют. И не надо думать, что человечество, там знаете, очень любят говорить ментальность, там то-се, историческая память, 20 лет и стерло, если не предпринимать к этому специальные усилия. Ну, напослед, значит, по поводу того, что стерло и не стерло у нас за 20 лет. Вот недавно завершившийся суд над Олегом Орловым, известным правозащитником, биолог, ученый, выходит обвинитель, прокурор, женщина, и говорит, я требую государственную психиатрическую экспертизу для господина Орлова. Почему? Обоснования. Это можно в кавычки ставить сейчас следующие мои слова. У него повышенное чувство справедливости, пониженное чувство самосохранения и позерство перед людьми, но это она имела в виду там с плакатами. То есть чувство справедливости. Да, и ссылается на практику андроповскую карательной психиатрии. Ну, вот как в 80-м году, вот давайте, значит, там по поводу 20 лет, но это, по-моему, не 20 больше, давайте, вот, значит, повторим, можем повторить, и это тоже. И, ну, как вам вот это вот повышенное чувство справедливости? Я считаю, во-первых, это отклонение от нормы сегодняшней. Виталий Новогович, ну, честно говоря, пока все логично. Я считаю, что он абсолютно права, что человек с повышенным чувством справедливости и пониженным чувством самосохранения для сегодняшней России – это абсолютное отклонение от нормы. Это просто фиксирует факт. Я не понимаю, почему мы смеемся. Мы смеемся, потому что, конечно, потому что это смешно, да, вот такое выступление прокурора. И хотелось бы все-таки, чтобы это было нормой. Поздно метаться – это уже норма в России. Вот пониженное чувство справедливости и повышенный инстинкт самосохранения – это абсолютно новая норма в России. Тут прокурор права, она как бы описывает свое собственное внутреннее состояние души. Таки Владимир Борисович – конформист, конечно, он пытается… Абсолютно. …поспасаться. В наше время истекло. Спасибо вам большое. Это была программа «Дорожная карта». До будущих встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова